Так, а мы опаздываем в киношку. У нас воскресный вечер. Уговорила Колю пойти на шангчево, не хотел долго. Но я решила все-таки посмотреть, что такое. Говорят, он не очень, но, смотри, все равно у нас похолодало. Слегка вчера такая чудесная погода была. Сейчас, ну как, не особо прям холодно, около 20, но ветер и пасм. Пасмана завтра, послезавтра обещают дождь. И все, понижение уже. 17-18. Вот мы уже опаздываем на 5 минут. Надеюсь, что там будет реклама. Пока мы пишем. Кстати, забыла совсем рассказать, как мы сходили на фильм с ангчей. Нам понравился с мужем. Даже думаем пересмотреть его, когда он появится в хорошем качестве. На телевизоре красочный, яркий, много движений. В общем, для таких поклонников Марвела, как я. Я думаю, что он понравится. Там многое приключений. И похож чем-то на боевики с Джеки Чаном. Но при этом присутствует и дух Марвела, так скажем. В общем, интересно, нам понравилось. Так, тут всем Филька передает привет. И мы с ним вместе покажем вам новую коробочку. Ее бьюти бокс, который опять идет в коллаборации с Озоном. В этот раз она уже не для путешествий. И тут есть опять специальная скидка на любимые бьюти средства. Так что пользуйтесь, если кому-то надо. Вот такой вот код. Осенний бокс называется. Давайте вместе с вами его откроем. Я еще не открывала. Только-только его пришла и распаковала. Итак, что у нас тут есть? Марка Адрия, которая производит Лизы, делает даже и маски для лица. Я еще такие не видела. Так, следующее, это вот такая ночная маска пузырьковая. У меня такая была. Тоже пойдет на подарочки. Такой вот очень красивый, блестящий блеск. От Vivienne Sabo Brilliance 3D называется. Я блесками для губ не пользуюсь, поэтому тоже пойдет в мою коробочку подарочную. Дальше. Anti-Blaimish Booster Serum. Какой-то серум, в общем, от вот такого вот бренда Beauty. Дорогого, кстати. И также от Zetane. Вот от Zetane и от Beauty всегда есть какие-то пробники, миниатюрки. Так, а это для глаз, я так понимаю. Серум какой-то от Zetane. Очень меня обрадовала вот такая Omega-3. Она всегда нужна. От Merola. Витаминчики. Супер. Дальше. Ваниль, крем для рук. О, от Freshline. Супер от Freshline. Кстати, никогда ничего не пробовала. Тем более, крем для рук очень нужная вещь. Это оставлю себе. И вот меня обрадовала вот такая вещь. Это тональник в стике, насколько я знаю. В 210 оттеночке. Light Beige. Да, это корректирующий тональный крем-стик от Bourjois. Вот его я хотела попробовать, кстати. Никогда не пробовала крем-стике. Это от Batavikas. Клинсер гель. Очищающий гель с эффектом ассорбации и детоксикации. Отдам дочке. Она любит такие всякие очищающие. Так, от Concept. Кератиновый филер для волос 10 в 1. О, интересно. Такой тоже еще не пробовала. Так, опять от ProVigy. Ультра-глистер. Надеюсь, не зеленый, как у меня был. У меня есть вот такой вот глиттер. Очень, кстати, классный. Он действительно нарядный, яркий. И в этот раз вот такой еще попался. Это какой-то коричнево-рыжий. Вот такой вот. Тоже ультра-глистер называется. В другом оттеночке. Но так как у меня в таких цветах довольно много теней жидких, поэтому тоже, скорее всего, пойдет на подарочек. Так, от PAYO. Это увлажняющий крем для лица. От PAYO еще увлажняющее молочко для тела. Такой вот. Так, это у нас тушь от Divash 4D. Big and Black. О, тушь. Туши я люблю. Так, патчи для глаз. Такие вот от Adria еще. И также от Adria влажные салфетки для снять макияжа. Супер. И последняя вот такая вот огромная-огромная бодейка. Это регенерация кожи. Коллаген плюс витамин С. Это у нас что это такое? Пищевая добавка от коллагена и витамина С. Супер. Такая огромная бодейка. От какого-то неизвестного бренда мне Level Up. Вот такая вот, в принципе, неплохая коробочка в этот раз была. Вот к нам пришла холодная осень настоящая. Человековница впитаться, наверное, на улице. Я иду с тренировки. Кстати, тренер наш Юля нас снимала. И если она попросила ее скинуть, в общем, я видео. Вставлю вам кусочек нашей тренировки по субботам. Хорошая такая интенсивная тренировка. Мне хочется показать моих красоток, кто в субботу пришел на тренировку. Не побоялся погоды. Не поленился. Работаем, работаем. Работаем. Еще, еще. Вот, мне сейчас надо зайти на почту. Пришли там опять ко мне две посылки. Вот, вставлю, может быть, что там пришло. По-моему, от Микси, от Сами опять посылка. Хочу пару листиков сорвать. Сейчас буду фоткать для Инстаграма. Пока у меня сегодня время есть. Завтра уже убираться, наверное, буду. Коля кушать готовит. Покажу вам, что он там приготовил. Суп должен какой-то варить. И овощную рагу вроде как. Вот. И еще мне надо магнит косметики зайти. По мелочевке купить кое-что. Прям зябка. Так, получила на почте три посылочки. Одна вот такая от Невье. У них такая крафтовая стала упаковочка. Прикольная. И пахнет очень ярко лавандой. Сейчас я распакую, посмотрю, что там. Эту открыла на почте, потому что она была полупустая. Это от Сами Бьюти. Пришел вот такой вот кремовый. Кремовый гель для душа. Я его положу в свою коробочку подарочную. И вот такой вот скраб для тела кокосовый. Вот. Интересно будет его попробовать. И отмексить. Сейчас я тоже открою, посмотрю, что тут. Вообще, меня очень радует, что Невье стала заботиться о природе. Без пластика. Все такое вот натуральное. В общем, у них вышла новинка. Это вот такие вот интересные. Так, твердые средства для умывания. Вот такое вот розовое. В виде мыла. Невья фейс называется. И вот такой вот скраб для лица. Тоже в виде мыльца. Очень ярко пахнет лавандой почему-то. Прям запах от коробочки. Смотрите, какой прикольный. Интересное решение. Я, конечно, такие мыльцы не очень люблю твердые. Я больше люблю жидкие. Но скраб такой в твердом виде и средства для умывания. Это что-то новенькое. Так, и отмексить, что тут мне пришло. Как раз там у них появилась новая кокосовая линейка. Не стала познакомиться с кое-какими средствами из этой линейки. Значит, вот это тоник у нас, увлажняющий с кокосовой водой. Очень приятный на вид. Также из этой линейки я выбрала вот такой вот крем для глаз. Так вот он интересно выглядит. Похожий сейчас у меня отцами. Так, и тоже очень такая похожая пенка у меня сейчас отцами бьюти. Вот с этим вот резиновым спонжиком. Прикольная, кстати, вещь. У меня таких пенок еще не было. И это тоже из кокосовой серии. Очищающая пенка с кокосовой водой. Мне очень нравится, как они запаковывают свою продукцию, чтобы ничего не протекло. Здесь какое-то у них средство. Здесь какой-то у них типа скотч, а только он не скотч. Не знаю, что такое. В общем, прикольное отхромление. Так, следующая. Это такая вот масочка. Детокс очищающая маска с витаминами и минеральным комплексом. Делененькая такая. Это для дочки заказала. А для себя вот такую вот маску. Вот так она выглядит. Это для возрастной кожи регенирующая маска с керамидами и маслами. Вот такая вот прикольная масочка сереневая. Ну и как обычно были их всякие рекламные штучки. Вот. И сейчас покажу вам. Заходила магнит косметик. Взяла отошли чуть-чуть. Только то, что было самое необходимое мне нужно. Растала, в общем, что не суршать. Это у меня был Pima Lux. Вот такой какой-то новый. Pro Nature называется. Вот эти вот сутки мне нужны были влажные. Сыну взяла корректор в школу. Он иногда пользуется. Также мне нужен был брык. Вот этот самый лучший все-таки. Я брала и розовый, и зеленый. Нет, фигня. А вот эти вот самые классные. Также сыну нужна была точилка в школу. Взяла вот такой вот. И новый каталожик. Кстати, вышел он буквально на днях. И здесь интересно стало просто посмотреть, что тут есть. Новая коллекция Beauty Bomb. Разные скидки на ароматы. Бренд месяца. Мария де Бурбон. 30%. Кстати, не знакома с этими ароматами вообще. Надо хоть зайти потестить их. Оформление какое классное у аромата. А вот этот новый бренд, который представлен совсем недавно. Про который никто никогда раньше не слышал. Тут он появляется в Манит Косметик. Здесь идет 30%. Что-то я как-то посмотрела на их продукцию. Она меня не особо впечатлила. Посмотрю. Кстати, я сейчас смотрела в Манит Косметику на Натуру Сибирика. Там много появилось новых серий для лица. Но там такие цены, как будто это какой-то проф, честно говоря. Там по 500-600 рублей каждое средство. И вот этот новый бренд появился тоже. И вот этот вот целый сцен с распродажей там был. Да, было и вот это средство от Фэйри. Ну, много всего интересного. Масло для волос двухфазное тоже я к нему присматривалась. Но у меня пока есть. И вот такой вот еще маска для волос есть. В общем, интересный потоложок. В принципе, полистать было интересно. Так, у нас воскресный практически уже вечер. Я сегодня переделала кучу дел. Достала осенние вещи, перестирала. Вещи перестирала, перегладила осенних. Обувь подоставала осеннюю. Убрала все летнее уже. Все-таки у нас уже холодно. Какое-то в этом году прям холодное начало осени. Пересматривала тут свои прошлогодние сентябрьские влоги. В 2017 году у нас вообще весь сентябрь стояла погода плюс 30. Представляете? А в этом году, вот как с начала сентября, практически сразу похолодало у нас. Недельку где-то подержалась еще более-менее. А потом все похолодало резко. И 15 градусов всего лишь. Надеюсь, еще будет бабье лето у нас. В следующей неделе чуть-чуть потеплеет. Но всего до плюс 18 и все. Как-то, конечно, не очень хотелось бы такую холодину сразу же. Потому что сейчас как-то вообще прям каждый день дожди, пасмурно. Вот сейчас чуть-чуть солнышко вылезло. Надо срочно краситься и бежать на улицу. Потому что я с нее на улице еще не была. Мне надо сходить в фикс прайс и надо посмотреть Коле обувь. У него порвались туфли. А так как на улице дождь. В кроссовках он сегодня пошел на работу, у него все ноги мокрые были. Вот я помыла голову. Чуть-чуть сейчас приведу все в порядок. И пока буду с вами собираться, протестируем кое-какие новиночки мои из косметуса. И чуть-чуть поболтаем с вами, наверное. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, у меня вот такая вот база новая есть. От I Love Revolution. Ну это Makeup Revolution, да, вот это вот ответвление. Давно была она у меня в хотелках. Слышала о нее хорошие отзывы. Это Strawberry Whip называется. Выравнивающий праймер для лица. Я люблю такие праймеры. Я уже говорила много раз. Он бежевого цвета, вот такой вот. Но он силиконистый. Как мне нравится. Он пахнет клубничкой. Ой, очень мне нравится, как он пахнет. Я наношу вот сюда вот, где у меня расширенные поры. Под консилер всегда наношу. Слава богу, никаких проблем не было. И благодаря этому консилер не забивается в мимические морщинки. Кстати, видите, я уже поменяла обои задней фон на осенний. Все-таки осень. Мне понравился этот праймер. По первому впечатлению, очень даже я пользуюсь им, наверное, третий день. Очень классно выравнивает поверхность кожи. Выравнивает все вот эти мимические морщинки, поры. При этом никаких воспалений у меня не возникло новых. Значит, он не забивает поры. И он содержит еще витамин С и Е. Что радует. В общем, классный праймер. Не зря я его столько времени хотела. Потом у меня есть вот такой консилер от Diven Sabo. Так он мне понравился по оформлению. Оформление, конечно, ну прям люкс-люк. Никогда не скажешь, что это Diven Sabo. Я когда увидела его, думаю, боже мой, прям кристаллы. Вы знаете, какая красотища. Молодцы. Значит, это у нас со светоотражающими частичками. Я взяла во втором оттеночке. Называется Avroro Concealer. И он такой, как раз, как мне нравится по цвету. Не сильно выбеливающий. Он такой более персиковый. Для девочек белоснежек, конечно, он будет слишком темный. Для меня он подходит просто идеально. Я рада, что взяла именно второй оттеночек. Так, о чем я хотела с вами поболтать. Досмотрела я на днях сериал, который смотрела «Клиника счастья». Мне он очень понравился. Я уже про него рассказывала. В принципе, много оставляться не буду. Но, в принципе, могу посоветовать. Для тех, кто не боится. Там, конечно, и маты есть. Конечно, он 18+. Но мне понравился сам то, что там интересные истории про каждого клиента. Про разных клиентов в каждой серии. Ну и Дарья Мороз. В принципе, неплохая актриса, как по мне. Конечно, ее там обнаженки довольно много. Не знаю, зачем она все время обнажается. Как раз досмотрела тоже с ней «Содержанки» третья часть. Тоже опять же с ней. Но, кстати, заметно сразу, что эту часть снимал ее отец. Как режиссер. То есть, каждый новый сезон новый режиссер у них. И в первом сезоне там было очень много обнаженки, очень много секса. В третьей части нет. В основном это были одни мужские разборки. Чуть-чуть добавлю. Кстати, вот у меня есть кое-какие воспаления. Сейчас мы попробуем, как он их как раз перекрывает. Вот этот раз было больше разборок среди мужиков. Вот. И обнаженки практически не было. Но, в принципе, он непонятно закончился, будет продолжение или нет. В целом, он мне понравился. Сейчас начала смотреть сериал «Контейнер». «Контейнер» по старту идет с Акиншиной, в общем. Про то, как она была суррогатной матерью. Но я просмотрела только две серии, пока не очень понятно. Но он такой мрачноватый, мрачноватый прям сериал. Чем-то напомнила мне «Обычная женщина». Такой же, такой тоже уже мрачный-мрачный прям сериал. Вот. И параллель к нему еще несколько других сериалов. Смотрю таких ТНТ-шных, обычных, легких. Чтобы не сильно грузиться. И я дорисовала картину. Наконец-то дорисовала картину, которую я начинала еще и все. Я вам сейчас ставлю кусочек, что у меня в итоге получилось. Так, надо быстрее собираться. Значит, у меня есть вот такой вот интересный стик-тональник. В 210 оттенке «Лайт Беж». Тоже, я думаю, многим светлокожим девочкам он будет слишком темным. Но мне, в принципе, он подходит. От «Буржуа». Давно хотела попробовать такой стик. Никогда у меня не было. И было интересно. Видела, что есть у разных марок. Вот так вот он выглядит. Пахнет так приятненько. И это как бы тональник в стике. Цвет у него, в принципе, мне подходит. Он хорошо сливается с моим кожем. С твоим кожей. Но у него, конечно, очень сильный расход. Расход у него, конечно, просто бешеный. И мне не хватает немножко от него перекрытия. Хотя он, интересно, такой пудровый финиш создает. Но мне хочется больше перекрытия. Вот мои пигментные пятна полностью не перекрывают. Я все-таки люблю его смешивать с какой-нибудь более плотной тональной основой. Но так, в принципе, сам по себе он неплох, кстати. Вполне, вполне хорош. Так как я люблю очень тональники «Буржуа», то этот стик в целом мне понравился. Тем более, хватит его ненадолго. Тут, кстати, даже есть с другой стороны вот такой спонжик. Но я пробовала им растушевать, он какой-то твердый. Как по мне, вообще ни о чем. Но сам по себе, смотрите, неплохое. Создает покрытие. И мне кажется, что вполне хорошо получается. Так что, в принципе, мне этот тон очень даже понравился. Я не ожидала. Молодцы, Буржуа. Не разочаровали. Так, глаза быстренько накрашу вот такими кремовыми тенями. От Рилуи. Когда мне нужно что-то быстро сделать, я обычно наношу всегда кремовые тени пальчиком. Получается быстро и вполне симпатично. Если нужно сделать поярче, то просто немножечко наслоить. Вот, я думаю, вполне достаточно. А еще хотела рассказать немножко про дочечку. Как она у меня там обосновалась в Ростове. Очень соскучились, конечно, за ней сильно. Ну, мы хоть и каждый день созваниваемся, но все равно, конечно, скучаем друг подружке. Она постоянно звонит нам, если что-то. Вот. Ну, в принципе, ей нравится. Довольная. Готовят с подружкой по очереди. В общем, все хорошо, слава богу. Учиться тоже вроде бы ей нравится. Вот, надеюсь, что и дальше так будет. Вот. А еще хотела сказать, что совсем недавно я в спортклубе, куда я хожу, мы изучили классную связку. У меня есть, Юля, в общем, тренер наша прислала мне кусочек этой связки. Хочу вам ее сейчас вставить, показать, что же все-таки я делаю на уроках степа своих, так скажем, на моем хобби. Мне очень нравится заниматься. Знаете, вот, правда, говорят, что если ты найдешь то, действительно, что приносит тебе удовольствие, ты будешь заниматься без напряга. Хотя я даже на и субботнюю тренировку хожу без напряга, потому что именно к этой девочке Юле, она такой замечательный тренер, просто не передать словами, настолько внимательная, настолько замечательная. Я просто очень-очень ей благодарна. И вообще бегу всегда на ее тренировки с таким воодушевлением, счастьем. И она прям поднимает настроение, даже если ты идешь туда с каким-то приподнятым, опущенным настроением, в общем, но после того, как ты станцуешь с ней, она вот своей энергией отдает, действительно отдает энергию людям. И настолько классно с ней танцевать. Мне так нравится ходить на ее тренировки. И я очень радуюсь, когда у меня все получается. Вот, поэтому я вам вставлю кусочек, какая была у нас последняя связка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ну, и мой макияж практически готов. Я сейчас быстренько накрашу реснички. Из последнего у меня вот такой вот, такая новиночка от Релуи, тушь, эликсир интенс. Конечно, оформление замечательное, такие вот переливающиеся листочки. И я не очень люблю такие пушистые обычные щеточки, но, говорят, она творит чудеса. И, в принципе, по первому впечатлению, я красилась, правда, ею только один раз, мне она понравилась. Не скажу, что делает прям вау-эффект, но реснички действительно с ней получаются довольно длинные и пышные. Есть разница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще, конечно, влажные волосы. Кстати, я записалась на покраску и пострижку на следующие выходные, если я, конечно, не уеду в Ростов. Смотрите, как у меня отросли волосы с начала июня. Я еще перед морем последний раз красилась и стриглась. Волосы отрасли где-то, ну, где-то вот настолько. Вот, гляньте. Корни уже все седые, но, благо, когда мелирование, это седину практически незаметно, поэтому я предпочитаю именно мелироваться. Ну, и последнее я нанесу на губы вот такое вот масло-тинт от Миксит. Вообще, это называется просто тинт, но он не особо тинтует, честно говоря. Это больше как, действительно, как баловство. Он постепенно, вот этот блеск уходит, и остается небольшой тинт, но он совсем-совсем еле заметный. Честно говоря, не сравните, конечно, с моим любимым маслом от Clorans. Его можно даже носить просто вместо бальзама, потому что он дает вообще еле-еле видный цвет. Вот, ладно, побежали в мой магазин, пока еще совсем не испортилась погода, еще даже светит какое-то солнышко. Такой вот у меня легкий и быстрый макияж на каждый день.